Вместо старого медпункта новый ФАП. Для жителей деревни Платы в Становлянском районе открытие такого объекта – целое событие. Ещё бы! Теперь за элементарной медицинской помощью не нужно ехать в район. Всё в шаговой доступности. Одно из первых медицинский сервис оценила Галина Прокопченко. Общее, но необходимое обследование заняло всего пару минут. Женщине померили давление, проверили уровень глюкозы и холестерина в крови. Открытие ФАП – это, мне кажется, радость для каждого нашего сельчанина. Долго ожидали. Ну что это такое? Примитивные были условия вместе в одном здании с администратором сельского поселения. А здесь просто как в заводах они спёрли. Ну, по крайней мере, современность. Для каждого помещения имеет своё назначение. На строительство нового ФАПа и покупку медицинского оборудования выделили более 5 миллионов рублей. Это средства из областного бюджета. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 560 сельчан. Здесь есть всё необходимое для скорой и, главное, качественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. Приборы для анализа в крови, аппараты КГ. В новом ФАПе можно пройти диспансеризацию, получить консультацию у фельдшера и направление к узким специалистам в районную больницу. Работает три года программа. Мы строим в сельской местности, где население 500-800 человек. Фельдшерско-акушерские пункты по типовому проекту. Вот это как раз пример типового проекта. Население здесь и прививки будет получать, и медицинскую помощь получать. Будет и обратиться к фельдшеру, может, в круглосуточном режиме. Надеемся, что это на пользу здоровью будет. Сейчас в Становленском районе 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в регионе их почти 400. В течение двух лет откроют еще 25 офисов врачей общей практики. Причем появятся они преимущественно в отдаленных селах. Помимо этого, запланировано открытие целого ряда ФАПов. Один из них скоро появится в Елецком районе. Дмитрий Курмаков, Михаил Жилкин. Липецкое время. Становленский район.